Доброго всем дня! Сегодня я приготовлю гратен с брокколи. Гратен это особый способ приготовления блюд, в том числе десертов, которые запекаются в духовке до образования хрустящей золотистой корочки. Гратен может быть приготовлен из самых разных овощей, куриного мяса, макарон, рыбы и морепродуктов. Главное добавить к ингредиентам сливки или сливочное масло. А для несладких рецептов еще и тертый сыр. Для моего гратена понадобится пол килограмма брокколи, сыр, 100 миллилитров сливок жирных, соль, перец, зелень, сливочное масло, чтобы смазать форму. Начну с того, что брокколи разберу на соцветия и отварю в подсоленной воде. Капусту я разобрала на соцветия, зелень мелко порубила, здесь укроп и петрушка. Сыр натерла на крупной терке. Теперь капусту отварю в подсоленной воде минут пять и откину на дуршлаг. Брокколи сварилась, я достаю ее из воды и отставляю, чтобы капустка остыла. И тем временем я займусь приготовлением заливки, так сказать, соуса. 100 миллилитров жирных сливок выливаю в миску. Добавляем соль, перец и сюда же сыр и зелень. Соединила сливки с зеленью. Теперь сюда добавляем сыр и хорошо перемешиваем. Форму я обильно смазала сливочным маслом. Подготавливаем. Капусту выкладываем в форму. Равномерно распределяем. Красивый вид у блюда. И сверху капусты выкладываем нашу сливочную смесь, сливочно-сырную смесь. Распределяем равномерно по поверхности капусты. Продолжаем выкладывать все. Вот такая красота получилась. Теперь отправляем форму с гратеном в духовку до запекания, до образования румяной корочки. Гратен готов. Он простоял в духовке 20 минут. Но желательно предварительно разогреть духовку. У меня немножко дольше получилось, потому что духовка была не совсем разогрета. Вот вы видите такая красивая румяная корочка. Ну пусть немножко остынет чуть-чуть и я тогда покажу в разрезе, как это выглядит. Пахнет очень вкусно. Гратен остыл. И вот я хочу так отделила, положить в тарелочку, показать как это выглядит. Вот так в разрезе. Ну что хочу сказать. Пахнет очень вкусно. Ну, во-первых, сыр придает вкус и запах блюду. И так оно красивое, полезное, вкусное блюдо. Если вам понравилось блюдо, оставляйте комментарии, заходите к нам в гости. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока!